Добрый день, меня зовут Андрей, со мной Илья Вахошкин, автор канала О моде Стайлзер и инстаграм канала Stone Island Архив. Мы сегодня собрались посмотреть и обсудить лукбук свежей осенне-зимней коллекции 2023-2024 года Stone Island. Начнем обсуждать и обмениваться впечатлениями. Я предлагаю начать с сайта в первую очередь, чтобы посмотреть лукбук и высказать свое мнение. Наверное, я бы предложил сначала начать с сайта, как раз, вот, Imagery, где, я так понимаю, выкладывается как раз то, что авторы считают наиболее успешными вещами. Хотя, честно говоря, в том лукбуке, что мы вот видели, мы его тоже обсудим, были тоже достаточно такие интересные вещи, которые почему-то сюда не попали. В общем, это тоже, наверное, правильный подход, чтобы все-таки какая-то изюминка и сюрприз вставалась для всех. Тебе видно экран? Да-да-да, видно. Вот, ну, мне кажется, прям бросается в глаза, и это такая бомбическая достаточно штука. Вот эта куртка стеганая, вот, ты уже где-то писал, по-моему, что это отсылка как раз к концу 80-х. Да-да-да. Я единственное удивлен, что при таком крое она не двусторонняя, честно говоря. Но этого мы не знаем. Я спрашивал у человека, который ее мерил, вот, он сказал, что она не двусторонняя. А я все думаю, зачем ты там? Да-да, сори, тебя перевел. Не-не, говори, да-да. Там, видишь, есть вот эти вот разрезы, как будто для пуговиц по двум сторонам. Вот я тоже подумал, что за них грязь что-то. Я все смотрю, для чего они, гадаю. Ну, в общем, тут, мне кажется, основная фишка в этой ткани, которая вообще сипишная ткань, это 50 фили. Что красиво, ну, то есть это все окрашивается. И, судя по всему, манжеты и вот воротник, ой, капюшон, он, видимо, из какого-то другого материала. Видимо, либо это полностью хлопок, либо просто другое соотношение хлопка с нейлоном, что он, видимо, окрасился в другой цвет. А, скорее всего, это, кстати, просто хлопок, да. Вот. Ну, мне нравится ткань, у меня есть ветровка, еще времен СПВ, 50 фили. Я шорты недавно подрубил тоже, ну, ткань кайфовая. И, вроде, простая, ну, не знаю, стеглунка, что-то для меня такое из 80-х, стоник, вот прям классный. Вот эти, да, фотографии по динару смотришь, как бы, да, там, ребята вот как раз в таких стеглунках, это прям греет душу, часто говоря. Мне очень зашло, интересно ее в других цветах посмотреть. Вот. Я так понимаю, что как раз, условно говоря, цвет этой коллекции, он в основном синий, поэтому тут большинство моделей представлены в синем цвете. Но я надеюсь, что будут и, собственно, другие тоже цвета, потому что зиму приятно разбавлять чем-то ярким. Вот. Ну, мне кажется, топовая вещь, вот, соглашусь. Очень интересно. Да. Вот справа Дэвид Тиси. Такая база, наверное. Стандартно, немножечко переделали карманы, вот, такие более лаконичные. Вот. Планкой закрыли пуговицы, но в остальном, мне кажется, ничего выдающегося. Да, хорошая куртка на каждый день. Ну, да. Так. Курция нейлон-металла подъехала. Да, ну вот приятный, на самом деле, свитерок такой, или, скорее, этот курт, не знаю, куда они ее... Куртка, куртка. А вот, да, из нейлон-металла, вот, ну и пуховик достаточно такой прикольный. Я понимаю, что он длинный. Угу. Ну, такой норм, да, предсказуемо, что у них-то всегда продается, они всегда там используют. Такая, ну, норм. Ну, да, такая хорошая база тоже. Ну, по-моему, пуговиков, кстати, вот, длинных из нейлон-металла давно не было, или вообще не было, я не припомню, честно говоря. Вот. Так что тоже, да, приятная вещь. Так, дальше у нас тоже нейлон-металл бирюзовый. Угу. Ну, как тут... Как тут даже... Ну, как... Скучного. Лично для меня, ну, нормально. Да, я понимаю, почему это все появилось в коллекции, почему это вначале, потому что это то, что купят, то, что, понятно, нейлон-металл они там считают своим одним из самых, видимо, знаковых материалов, и трусы из них делают, и плавательные. Да и не плавательные только, кстати, уже и ветровки, и до пуховиков дошло. Ну, нормально, ну, просто, ну, то есть не удивляется. Я даже не обратил внимания, посмотрел, нормально, молодцы. Ну, хорошее. Вот дальше опять же Блаза пошла. Ну, вот мне пухан, кстати, зашел в этот. Вот этот? Вот этот? Нет, правда, правда. Угу. Мне кажется, это, ну, вот, я видел у знакомого похожий из прошлой коллекции, желтый. Вживую очень классно, он там теплый. Вот, в чем мне нравится, если тебе нужен простой пухан, такой на каждый день, но не какая-то скучнямба, типа, этого Кринкл Рэпса или что-то, или что-то такого. Угу. Вот, мне кажется, это классно. Ну, я вот смотрю на него, если там он доживет где-то до скидок, там, в районе февраля, то почему нет? Я думаю, доживет. Тут, заметь, еще, обрати внимание, детали вот о сгибах тоже добавили в конюх. О, слушай, я не обратил внимания. Хорошо, что заметил. Да, это, ну да, потому что он же дубовый такой. Да, это классно, кстати. Мне кажется, там много, в принципе, фишек в таких вещах. Да, это прикольно. Детали. Слушай, а вот этот опак, я так понимаю, да, который слева? Ммм... Он вроде даже появился уже на сайте, там какой-то... Я даже не заходил, есть похожий, там, типа, прямой, как-то он там называется, типа, прямой впрыск, пухо. А сейчас давай посмотрим. Я тут открыл. Да, это вот, там, без швов, вот эти вот все пуховые камеры, легкий нейлон. Ну, тоже понятно, ну, какая-то такая своя инновация. Какая-никакая. Ну, кстати, вот, а в этом бирюзовом свете пока нет. Да, они же там будут потихоньку появляться. Причем бывает, что они не все добавляют на сайт, что у них там. Ну, вот я замечал такие фишки. Ну да, слушай, сколько они этот жилет Марины не могли добавить. Боялся, что не добавят, потому что сразу было видно, что весь это интересное. Мне показалось, что как будто у них вообще какая-то была проблема. Ну, видимо, с производством именно этого жилета. Ну, я почему-то так подумал. Слушай, ну, кстати, не исключено, что, может, да, если 100 партий только задержался из каких-то проблем. Я помню, когда мы заказывали что-то из какой-то коллекции, они нам написали, что у нас проблемы с производством, там парки, там вот это не будет. Мол, идите в баню. Вот осенний бомберок неплохой, интересный достаточно. Карманы, интересно, расположены. А, ну вот серия, как она называется, с этим? С маленькими критиками. Да, 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 да. Ну, не знаю, она мне не западает. Она мне вообще... Ну, мне кажется, это в некотором образом тот же Гост, как бы, да, с точки зрения концепции. Простенько, незаметненько. Такой прям casual. Casual, casual. Да, 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 это для тех, кто боится патча. Вот это класс. Вот это мне все зашло. Оба, согласен. Как бы, и вот эта кофта с... Это флис, наверное, флиска, наверное. Да, да, это двухсторонняя ткань. Это прямо в 2001 году, по-моему, была коллекция. Такая белая. Долго еще, кстати, продавали на Авито. Игорь продавал. Белая такая куртка. Там двухсторонний материал. Тут, в принципе, все как... Ну, коллекции с начала нулевых. Эти вот боковые карманы Харви любил. Вот с этим боковым входом. Это можно найти часто там в коллекции с начала двухтысячных. У меня есть CP-шка как раз овершотл с такими карманами. Вот. Я ее не ношу. Даже пытаюсь продать, как бы, вот. Но она крутая на самом деле. То есть там ткань очень необычная. Вот по случаю тебе покажу просто. На фото это не отобразить. Но вот там просто такие же боковые карманы. И очень интересная как раз деталь. Вот. Ну и свитерок, слушай, прям... Свитер вообще огонь. Это в 80-е прям. Ну да. Либо там частично еще такое было в конце 90-х. Харви там тоже делал. Ну да, это прям такой олдскул. И цвет выбран такой тоже специально, мне кажется, чтобы подчеркнуть это. Такой совсем ретро. То есть если ты хочешь выглядеть дедом, накинуть себе 10 лет сразу. Ну, в хорошем смысле. Мне кажется, что это может красиво выглядеть, прикольно. Если это правильно сочетать, там... Ну, мне... Я сначала посмотрел, подумал, какая фигня. А потом такой, блин, так классно. Ну, в общем, мне кажется, единственный минус – это цена будет в районе 400 евро. Ну, тут этот общий минус, в общем, для 100, наверное. Ну да. Мне больше нравилось, когда он стоил дешевле и не был популярен у коллекционеров. Потому что мне он все равно был дорого, у сердца. Не сам хотел себя опланировать. Но за меньшие деньги. Меня бы это устроило больше, как раз. Вот это, кстати, классная вещь. Но вот мы добрались до самых интересных вещей. Ты про дубленку? Да. Ну, то есть я, в принципе, ненавижу кожу, замшу. Ну, в смысле, в верхней одежде я ее не ношу. Ну, то есть мне всегда казалось, что это что-то такое. Too much. Да, то, что либо безвкусно, то ли то, что вышло из моды. Ну, и все такое. И то, что там делал Stonic, всегда было как-то вот видно. На рэперов рассчитан, на вот этот всякий дрейк условный. А здесь, ну, была же коллекция из натуральных тканей. По-моему, осень 85, когда была дубленка. Какая еще. Там патч был внизу рукава у манжета. Слушай, не помню даже такое. Да, блин, она, короче, она продавалась на трифте, где она появилась вне всякого дропа. Просто появилась за тысячу фунтов. Курс тогда был меньше. Это было 75 тысяч, наверное. И доставка работала. Ну, то есть, это год, по-моему, 21 был. И я что-то, я даже думал ее заказать. Ну, блин, прикинь, такая дубленка с таким патчем. Это бомба. И я скинул одному коллекционерам. Он такой, блин, если ты не проще, я заберу ее. Я такой, ну, забирай. Вот, и я пожалел потом, что я поделился ссылкой. О, она, в общем, она в Англии осталась. Ну, известно этот барыга. Могу тебе потом его скинуть. В общем, и вот это вот похожая тема. Такой же цвет, то есть, что-то ретро. И мне нравится что-то с капюшоном. То есть, я надеваю же дубленку, когда холодно. И дубленка без капюшона для меня зимой. Это, ну, какой-то доп-плюс. Но я думаю, там цена будет космическая. Ну, я думаю, тысячи две, наверное, на бой. Ну, да. Ну, точно не меньше. Мне нравится крой рукавов. Посмотри, как тут сделан. Да, вообще. Вот они на такие... Такие крылья. Такой реглан небольшой как будто. Ну, то есть, спущенные линии. Вообще, они стараются над такими вещами, тем более зимними. Ну, потому что... В зимней коллекции больше можно показать фишечек, конечно. Да, 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 конечно. Вот. И, ну, прям классно. Прям привет, 85-й год. Это, ну, то, что справа, это какой-то повтор из предыдущей коллекции. Слушай, ну, тут мне нравится комбинация вязок, честно говоря. Вот. Я думаю, вот моя бы супруга заценила. Как раз то, что тут и около молнии тут отдельная вязка. И по рукавам тут, смотри, прикольно сделано. Вот. Я думаю, что даже тут специально с расчетом, что их можно загнуть наверх, наверное. Завернуть. Угу. Ну, кстати. Такое... Кстати, можно быть, действительно. Вот. Ну, и плечи и сами рукава тоже разные вязки выполнены. Прям вот хорошо. Красиво. Так, тут у нас Давид тоже такой, как-то подулскульчик. Ну, классный. Вот мне... Ну, да, сочетание цветов вообще хорошо. С пуповыми. Вот они редко делают интересные вот эти вот пуховые подклады. Прям они... Ну, то есть часто скучням бы. И вдруг такой голубой. Ну, я люблю... Вот у меня же по такому же принципу мой Давид сделан. Этот два в одном. Угу. Вот я люблю его носить зимой, когда у меня только застегнут именно внутренний пуховый подклад. А если так вот эту носить, то это, конечно, такой чистый итальяно стиль. Слушай, ты прям, знаешь, сейчас вот с языка срезал. Я тоже хотел сказать прям итальяно. Так, смотришь всякие фото с пятиома какая-нибудь. Да, да, да. Ты вот застегиваешь только этот пуховый подклад. У тебя какие-нибудь красивые там брюки шерстяные такие со стрелками прям. И не знаю, что там на ногах. Ну, уже и не так важно. Ну, да. Какие-нибудь ботинки прикольные, кстати. Ну, не знаю. Меня смущает только отсутствие капюшона. Я меряю зимние куртки, вот которые на каждый день, присутствием капюшона. У меня у самого такой пунктик. Я, в принципе, куртки без капюшона не очень перевариваю. Но, как бы, с другой стороны, знаешь, извини, с другой стороны, я понимаю, что, на самом деле, я капюшон не так часто надеваю. Вот. То есть, шапка надежнее? Вот. Не, видишь, я не ношу шапки. Мне не нравится, как я выгляжу в них. И я, поэтому, для меня капюшон, это вот как раз, ну, то есть, у меня он там еще утепленный, с шерстью этой отстегивающейся. Для меня это прямо вот топ. Ну, да ладно, мне кажется, там может быть какой-то внутри воротнике складной, но бывает такое они делают. Бывает, но я тут сомневаюсь, тут все-таки достаточно тонкий воротник, поэтому, мне кажется, не спрятан там ничего. Вот, да, скорее всего. Вот бомбер тоже справа хорош. Вот прям, слушай, смотришь и... Да, вот не зашел. Не зашел? А мне вот прям хорошо лег. Ну, то есть, мне вот, как вот у них, что на синий пуховике, что мы смотрели выше, длинном, да, что здесь мне нравятся, как разделы сделаны под пух. Вот. Ну, как-то так вот. Гусеничкой назовем это. Есть в этом что-то. Ну, и плюс нейлон-металл, собственно, который тоже... У меня есть давняя мечта собрать нейлон-металл и всех разных цветов, но на данный момент не слабо. У меня всего два, как-то есть. Синий, купленный, одна из первых, купленная мной, и серебристый бомбер, такой популярный достаточно. Я думаю, я рано или поздно продам свой желтый. Имею в виду, да. Вот. Вот самая неоднозначная, наверное, вещь, мне кажется, коллекции. Это айс-жилет. Причем, я так понимаю, что либо у щени он не по размеру, либо он настолько укорочен. Ты посмотри, он какой-то. Там очень короче свитера, и явно там до брюк не доходит. Я думаю, что он это... В принципе, не подразумевается, во-первых, что кто-то всерьез будет сносить в холодную погоду. Что, в принципе, кто-то будет сносить. Ну, типа того. Мне кажется, это вот чисто вещь для Дрейка или для какого-то другого рэпера, чтобы он наделал на концерт и попрыгал в нем. Приложил руку к груди, как бы. Да, 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 да. Я, ну, то есть... В целом, не уверен, что их кто-то много закажет из магазинов, что, возможно, эта вещь в основном будет висеть в монобрендах. И, с другой стороны, в этом будет потом высокая потенциальная ценность, что будет сделано не так много. Вот. Ну, коллекционная, безусловно, ценность рано или поздно будет. Да. А вот куртка меня прямо заинтересовала. Что ты ставишь? Что-то хит-реактив или айс? Ну, айс, наверное, все-таки. Все-таки зима. Я общался с одним человеком, инсайдером моим, одним из. Это, короче говоря, он сказал, что это хит-реактив. То есть, ну, не знаю, либо он ошибся в формулировке, потому, ну, то есть... Короче, она меняет цвет температуры. Прикол в том, что это поликавер айс. Поликавер? Ну, то есть, есть небольшой процент, что чувак ошибся, вот, но обычно он все говорит верно, и нет причин ему не верить. Тем более, что он сам ко мне пришел с этой информацией, я ничего не спрашиваю. Слушай, ну, кстати, вот если приглядеться, посмотри, вот тут, во-первых, швы такие, как поликавера, да. А, во-вторых, капюшон, он явно, как бы... Это отдельная куртка, по сути, это... По сути, это, да, прозрачная вещь, просто она белая за счет того, что внутри белая куртка. Я подразумеваю, ну, то есть, мне так кажется, что они будут играть с разными подкладками. Помнишь, как у поликавера был сет, они продавали. Вот, я думаю, что будет как-то так. Это вот, помнишь, был в 15-м году осенью, айс джекет резин T-шелл. Он же тоже, по сути, был прозрачный, вот. И он был зеленым за счет того, что внутренняя куртка была зеленой. Так же и здесь. Ну, не знаю, мне очень хорошо зашло. Мне тоже, мне кажется, это будет как раз одна из таких вещей, которая точно будет и продаваться, и популярна среди коллекционеров. Однозначно. То есть, это, наверное, один из самых интересных хайсов за последнее время, что было. Да их вообще, в принципе, же было последние пять лет немного. Вот, я помню, Дай Нима был. Ну, хит-реактив был еще комок, который с этим, с лога на спине. Ну, вот костюм такой был. А, это 19-й год был, да. 19-й год, да, у меня лежит. С фитерок, кстати, вот у молодого человека в жилете тоже прям интересно. Ну, так, я посмотрел, ну да. Ну, они, мне кажется, достаточно неплохо играют как раз с тем, что вяжутся, вот, с трикотажем, поэтому, ну, хорошо. Вот, вот еще бомбочка коллекции. Да, вот эта куртка с двумя полосами. Наверняка это рефлексив. Да, да. Да, я тоже уверен, что это рефлексив. Там сзади еще на спине надпись Марина. Ну, опять же, этот же знакомый мой сказал, что эта куртка тоже топчик. Он не сказал, что за материал. Я спросил, но он пока мне не ответил. Вот, он сказал. Вот это вот, он, кстати, то, что справа, он сказал на эту справа, несмотря на вживую вообще убогая. Никакая. Ну, она и выглядит, в общем, так себе посредственно. Ну, такое, да. Пухан. Да, Пухан классный. Вообще интересно, почему они, ну, то есть, решили возродить Марину. Мне кажется, это все, они пытаются теперь внутри бренд разнообразить из-за того, что закрыли шеду. И, там, видишь, и там сделали из Теллина, как для тех, кто не любит патч. Марину будут качать, видимо, как, ну, как я понимаю, это такое обращение к фанатам стона, не которым нужна просто какая-то теплая куртка с патчем, а именно, которые там угорают. Ну, короче, условно с тобой. Ну, с отсылками, да, с отсылками. Вот, ну, тут даже хлопковые завязочки, как бы, внизу, то есть, на пулиске, то есть, все такое. Детали хорошие. Вот, а это, а это они же, да, по-моему, в них цветах. Да, это жилет. У него там надпись на спине. А, это жилет, да, это не эта куртка. Вот, и вот синяя, да, зачем у нее два раза показали, я не понял. Ну, да ладно. Ну, хотят, видимо, мне кажется, большинству людей не очевидно, что там есть на спине надпись. Вот, если бы они вдруг одного человека бы вот в синей куртке сфоткали спиной, мне кажется, это бы зашло. Ну, просто тогда бы концепция этого лукбука у него пролетела. Что там у нас? Ну, Дэвид Си слева. Да, ну, такой, честно говоря. Тоже очень итальяны, мне кажется. Как они любят эти всякие военные куртки, переделанные в такие, знаешь, элегантные пиджаки. Ну, вот, раньше они делали еще более слимовые штуки. Вот. Вот Пухан, посмотри, он, во-первых, как такой достаточно прям эклектика, вот, прям яркий-яркий. Вот. И молния, смотри, она тоже на контрасте сделана такая, переливающаяся, серебристая, ну, прям... Они же стали ставить там. Да, кстати, красиво. Это из-за того, что, наверное, вот кромка покрашена более насыщенно. Она как бы дает цвет и для молнии. Да, фокус такой дает ей. Прикольно, кстати. Я просто пролистал этот Пуханик и забил на него. Ну, да, так не очевидно, а присмотревшись уже, там, видно, что он прям... Мне кажется, половину вещей с тоника нужно вживую смотреть. Вот это вот интересно, интересно. Там еще и белый патч, да? Да, там белый патч, вот. Это куртки с пятнами, как бы... Ну, это хендпейнт какой-то, очевидно, ну, как мне кажется. Было там в чате, кто-то предполагал, что это... Егор предполагал, ну, как, он сказал, что у него есть мысли, но у меня... Не написал, что это. А, вот. Ну, мне кажется, это какой-то Дэвид Тиси, вот как они делали с... С этим... С сублимационными принтами. Просто они, ну, как-то размещены рандомно, например. Ну, я не знаю. А не раса? Ну, если раса, я побегу за ней первым. А не знаю, посмотри, я вот приближаю. Такие, блин... Заломы Дэвид Тиси... Ну, мне кажется, ну... Ну, может быть. Фиг знает, надо будет узнать, короче, у чувака. Ну, как-то... Мне кажется, тоже будет коллекционная вещь, скорее, для коллекции и для ношения, да? Потому что остальные скажут, о, что за грязная куртка. Блин, мне что-то стало интересно. Так, ну... Ну, это я всегда пропускаю, я никогда даже не обсуждаю. Гост и гост, как бы. Да. Ну, разве что уже лето тут интересное тоже. Карманы верхние. Вот. Но не более. Так. Ну, вот еще гост... Ну, тут капюшон как раз как у этого... У того камуфляжа 19-го года, что я упоминал. Реакция тоже там... Да, кстати, да. Воронник. Вот. Ну, ну, да, воен, как ты правильно сказал, в общем-то. С такими отсылами. Вот. Вот это... Ну, сиреневый пухан, наверное, там, опять же, какая-то классика. Хотя тут асимметричные карманы, как я понимаю. То есть, видишь, он сгибали как-то... Ну, да, они как-то меняют периодически там всякие детальки, чтобы уж... А вот зимний Давид... Да, я тоже все на него смотрел, смотрел. Это прям хорошо. Прикинь, когда ты поднимаешь... Поднимаешь меховой капюшон. Это же как эти русские военные... Да-да-да, это прям улово, понимаешь? И тулуп. Это прям тулуп точно. Вот это, если ты живешь где-нибудь, где постоянно холодно... Ну, то есть, в Питере я бы даже, наверное, не взял такое. Слушай, ну, я думаю, что он не очень теплый, на самом деле. Ну, там, то есть, Давид, соответственно, дальше внутри подклад, наверное, какой-нибудь. А мне кажется, он набит чем-то. Нет, чем-то набит, да, судя по рукавам. Да, мы с тобой дошли как раз до... Полупальто, даффл такой. Вот. Давай, у тебя мысль была какая-то. Я хотел сказать, что это классно. Вот, я люблю всякие такие морские штуки у Стоника, я тебе говорил. Пикоты, даффлкоты, прочие коты. Ну, мне просто нравится, что они сделали ретро. Такой прям... Это какой-то главерол. Интересно посмотреть, что за материал. Ну, то есть, может быть и просто там их привычный этот 80 шерсти, 20 полиамиды. Ну, или фелд какой-нибудь, не знаю. Вот, судя по рубашке, тут смотри, и у рубашки, ну, овершота скорее, и у пальто прошиты как раз интересные. Да, я... Воротник, капюшон, вот карманы тоже какой-то такой. Не-не, это все... Это будет точно недешево. И мне, честно говоря, нравится тут идея стайлинга. Того, что у них очень много белых брюк. Да. Вот это уже... Ну, то есть, я просто сам подсел на белые брюки. Ну, мне кажется, это не зимний российский вариант в его случае. Да. Я только хотел... Типа... Овершорт, видимо, шерстяной. Но солнце и там белые брюки просто как... То, что надо, вот. И ты под этим красивым вечерним римским солнцем вот гуляешь по... Там, пьяцинавона, например. Вообще класс. Если бы я жил где-нибудь, где не так грязно осенью, я бы, конечно, носил и осенью брюки. Да. Согласен. Не, и то, и другое очень красиво. Это, мне кажется... Не, луки прям по ряде. По ряде. Вот. И, блин, в общем, не запала. Вот эта вся шерстяная их история в этот раз. Тут президент. Прям президент. Слушай, вот, знаешь, я не люблю президента, но этот мне понравился. Наверное, как раз и отсутствием капюшона, потому что там он... Ну, на классическом президенте он, мне кажется, его слишком утяжеляет визуально. А тут его нету. Ну и плюс, как бы, тут достаточно, опять же, интересная вязка. Вот. Прям не кажется хорошим. Интересно сделано, да, я согласен. Ну, почему что... Мы уже такой смотрели, в принципе, синий. Ну... Вот. По-моему, прям, не знаю, один в один он. Да, такой же абсолютно. Да. Вот. Я предлагаю пробежаться еще по вещам. Так я тут открыл, да. Вот что-то интересное, если мы увидим сейчас. Ну, я открыл, собственно, куртки, ну, в общем, все вещи 24-го года, 23-24, что уже выложили. Вот. Может быть, что-то тут имеет смысл обратить внимание. Ну, пока тут база, по-моему, стандартная. Ну, там, я смотрел буквально на днях, да, там, прямо совсем что-то интересное, мне кажется, с августа будет. Ну, да, как всегда, они подогревают интерес. Ну, собственно, сам айкон тоже надо, чтобы выложили и посмотрели. Вот. Ну, карманы вот эти военные, как бы, да, у овершотов, говоришь, со входом из центра. Угу. Вот. Ну, остается добавить, что они наконец-то сделали патч на бельветовых рубашках. Дошли, наконец. Да. Вот. То есть народ требовал уже, зачем нам бельвет без патча, надо сделать, уже сами пришивали. И вот стоник уступит, все, сломался, этот стоник сломался, приносите следующий. Вот. Я все же надеялся, что они обойдутся в бельете без патчика, в некую принципиальную позицию, но нет. Да. Конечно, фабрика, которая им шьет патчи, мне кажется, владелец миллионер, минимум. Слушай, а ты думаешь, они не сами сидят? Да не, я, это я так утрирую. Просто сколько, представляешь, они их делают в год. Это просто мысли вслух, конечно. Ну, трикотажем пока скучненький, выложим база. Вот этот свитерок оранжевый, что ли, у нас. О, тоже, в общем. Я жду тот морской. Так, где Марина написано? Не-не-не, это вот который с таким отложным воротником широкий. А, я понял, да-да-да-да-да, прям, прям, хочется увидеть. Во, вот этот еще хорош, да, Лисочка? Вот. С капюшоном. Да-да-да, я к себе выкладывал, там, голосовал, поделал, многим зашло. Ну, да, классный класс. Тоже пока скучная база во фрисках, еще ничего интересного не выложили. Ну, полустандартной футболки, в общем. В общем, честно говоря, вот, кроме футболок, архив, остальное, все у них получается, на мой взгляд, достаточно скучно. Угу. И принты, мне кажется, вот эти вот странные, это не то, куда надо им идти, ну да ладно. Ну, да. Ну, штаны, в общем, тоже. Вот. Я еще предложил, знаешь, посмотреть, собственно, сейчас быстренько лукбук, который... Да-да-да. Там были вещи, которые не были вайками. Да. Это как раз вот эта поликуртка, я так понимаю. Это же она? Да, это она, вот, у нее в раке. Ну, тогда вот тут она, кстати, такой не выглядит, обрати внимание. Да. В общем, есть что расследовать еще, слава богу. Авторы подкидывают нам задачек интересных. Интересно. Ну, будет две с половиной тысячи евро цена. Ох, понятно. Значит, даже не потрогаем. Если не... Ну, слушай, если... Если... Где-нибудь оказаться, вот, там, съездить в Европку, сгонять. Хотя бы до финки добраться. Мне. Правда, сейчас тяжело как-то туда. Ну, это, конечно, только граница в голове. Карга интересная, на самом деле. Слушай, карга, они вот как раз стоят на обложке этих штанов. Карга очень интересная. Вот, вот. Все-таки такое ощущение, что это Дэвид с чем-то покрашенный. А штаны, думаешь, тоже Дэвид? Там, видишь, штаны-то тоже покрашены. Ну, видно, что они хлопковые. Слушай, и даже кофта покрашена, заметила. Которая у него раскрыт. Ну, это, короче, их камуфляж сезона, да, я вижу. Да, это их камуфляж сезона, ты прав. Вот. Было бы прикольно, если бы эти пятна еще проявлялись при какой-то смене температуры. Вот это было бы вообще шик. Да. У кого-то была теория, но я думаю, это слишком сложно. Блин, мне все-таки кажется, да... Ну, это понятно. Вот, мне вот этот нравится. Как бы длинный пухан с теплой. Вот. Он же немножко ретро. Ну, да, 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 да. Такой этот одеялся. 50 фили красивая. Вот ткань живую, там, носить ее классно. Ну, что, у меня ничего нету. Я вот все-таки надо что-то купить 50 фили. Вот. Мне очень... Она заходит и на ветровке, правда, чуть не ношу. И вот шорты, то, что я вырубил, плавательные. Я планирую в них реально плавать в итоге. Вот. Ну, то есть там надо какую-то, наверное, санитарную обработку провести. Ты постираешь и все нормально. Так, ну, это мы уже смотрели. Такую куртку. Это она же. Это Айс. Понятно. Стеганка прикольная. Барбур такой. Другая немножко, да, такой барбур. Вот. Жилет. Ну, тоже стеганый. Нормально. Нормально. Заметь, они патч на пузо вернули. Да. Вот этот камуфляж. Загадочный. Это точно. Видишь, там хлопковые у него треники слева получили. Они точно это как-то красят. Поэтому они решились на хлопок, мне кажется, повесить. Белый патч. Ну, не может же быть на штанах расы Гамата. Это же какой-то абсурд. Нет, нет, нет. Ну, тут, скорее всего, комбинация, как бы, опять же. Хлопковое что-то, может быть, ты говоришь из Давида. А вот. Ну, в общем, подождем. Подождем, да. Даже интересно стало. Ну, патч забавно выглядит. Белое яркое пятно на вот... Ага. Вот. А это как раз пухан, я так понимаю, да? Да, это вот этот пухан, я понял, да. С полосами и у него на спине как раз марина. Мне и штаны зашли. Я просто, в принципе, люблю этот леттеринг красивый. Согласен. А. А, нет, это вот тот второй пухан, который твоя приятель сказал, мне у него больше внимания. Вот это он. Светерок странный. Или это такое... Слушай, как там его называют? То ли это снуд, то ли это свитер. Вот. А я говорю, кашпош. Ну, голова выглядит, естественно, как из горшка, в общем. Да, да, да. Вот. Вот это прямо... Господи. Для Дрейка вот этот свитер. Да. Ужасно. Мне как всегда нравятся белые штаны. Шапка там тоже, смотри, какая-то тоже с каким-то лого крупным, чтобы... Ох, господи. Все как. Господи. Но я уверен, вот этот свитер тоже будет выноситься просто. Потому что крупно прям. Стон Айленд. Марина. Чтоб все знали. Странно, что пачки не прикупили. Ну, вот. Гост. Так. Кайф. Да. Это поле... Поле кавер. Прикольно. Судя по материалу, вот то, что вот эти заломчики, это да, это как раз то, что тебе приятель подсказал. Может быть... Может быть, он не такой прозрачный. Фиг знает. Ну, оснований не верить ему у меня нет. И он, блин, белый айс. Ты знаешь, ты... Ну, это очень красиво. Вообще белый цвет, я понял это. Блин, ну, вот посмотри. Вот верни туда. Вот, да. Блин, такие чисто дэвид тисишные заломы. Блин, ну, хочется посмотреть, конечно, это. Пощупать. Добраться бы, да, до какого-нибудь мультибомона бренда нормального. Жалко, в Москве не успели открыть. Ну, это молокер. А хотели. А хотели. Это мы уже обсуждали, в принципе. Вот, из-за меня ножки, камуфляж. Ну, разве что, ну, что-то похоже на анорак, но не анорак. По крайней мере, то, что мы называем анораком. Вот, это рэперская куртка опять. Угу. Со снудом. А, ну, вот тут вот, этот буханка, который ты как раз горюк, тоже вот вставал парень написал, в принципе. Так что, так что вполне можно на нем установиться. Тут он гораздо логичнее даже смотрится. Потому что, ну, это совсем какой-то рэперстайл. Ну, с другой стороны, если там какой-нибудь обычный материал, там какой-нибудь нейлон свой взяли, то брать только из-за надписи Марины тоже. Ну, согласен. Вот, я люблю эту коллекцию всю Марины, которая 17-й год, где вот на куртках, вот, которые у меня объявили, там это вырезано лазером, и сама мембрана ребристая. И, то есть, у тебя такой, он вроде на фотках выглядит просто белым, ну, а по факту он фактурный, и на фоне гладкого нейлона, ну, в общем, вживую просто топ. То, что, я бы никогда, наверное, в эту куртку не обратил внимания. Вот, когда увидел вживую, подумал, что это просто супер. Ладно, это отступление. Ну, наверное, какой-то нейлон, судя по всему. Так, вот у нас... Вот в розовом, ну, лучше. В розовом прикольный дает жилет. Вот, но я вот прям гарантирую, что это вот чисто для висения в шкафу, потому что эти заломы, они наверняка просто будут трескаться, мне кажется. Чтобы они подсказали. Кстати, а ты не думаешь, что тут может быть тот же материал, что вот и на тех куртках, которые мы поликавер обсуждаем? Да, по-любому. Вряд ли бы они стали делать два раза. На хайсер. Забавный такой. Интересно, он через голову надевается? Не, вот сбоку отстегивается. А, вот сбоку отсюда, точно. Все. Он как бронежилет одевается. Ну, слава богу, это хотя более-менее удобно. Ну, мы, в принципе, все посмотрели. Слушай, у меня, наверное, знаешь, насколько тебе кажется, что в этом всем присутствует Монклер? Мне вот прям кажется, что оно. Потому что объемные пуховики какие-то. А я, ну, то есть, я все, ну, пока у меня нет причин думать, что Монклер как-то решили сделать второй Монклер из Стонайланд. Да, это же даже коммерчески странно. Зачем делать это одинаковое? Если у тебя и Монклер хорошо продается, и Стонайланд, там, ты же испортишь отношения со своими же существующими покупателями. Все-таки комьюнити Стоника довольно сильная. Ну, да. Ну, то есть, это даже с коммерческой стороны невыгодно. Это, я работал с одним крутым топ-менеджером, ну, в одной косметической компании. У него была должность коммерческого директора. Ну, в общем, он суперкрутой мужик, управленец классный. Он мне давал всегда совет важный такой для управленца, что то, что хорошо работает, никогда не ссуешь свои кривые руки. Потому что что-нибудь ты не знаешь полностью, механизм как устроен, что-нибудь поломаешь и так же не сделаешь. Потрачиваешь кучу времени отремонтировать, сделаешь все криво, хуже, чем было. И, типа, для чего все это было? Это поступок очень глупых менеджеров залезть во все детальки процесса. Ну, то есть, при условии, что он хорошо работает. А этот процесс хорошо работает, там, Стоник растет и растет. И, очевидно, как бизнесмен Карл Реветти очень толковый. Безусловно, да. Я тут как раз перечитывал тут интервью, которое я сейчас делаю с Воренсена Пьяц. И я там его давно делаю, в последние годы три. А вот, я как раз задал ему вопрос про Реветти. Ну, что вот, неоднозначное ему отношение. Он говорит, ну, ты, мол, зря, потому что Реветти, как раз, ну, очень крутой бизнесмен. И он очень много для Стоника сделал, как раз. Вот, то есть, в принципе... Да, я так считаю. Да, ну, а человек, как бы, скорее со стороны Ости. В общем, достаточно такой адекватный взгляд. Поэтому, да, бренд растет, развивается. Это хорошо для бренда, не очень хорошо для нас, фанатов. Ну, в плане того, что ценник растет. Но мы можем всегда... Но мы можем всегда скупать старье, на которое тоже ценник растет. К сожалению, когда же хайп этот пропадет. Окей. Илья, спасибо тебе за эту встречу. Тебе спасибо, что позвал. Отлично пообщались. Вот, я надеюсь, что в следующий раз, когда выйдет еще что-то интересное, мы еще раз встретимся, пообщаемся. И, может, еще раз присоединится. Все, спасибо.